Следующий, Микец, это Берешит, 41-й главы, начало по 44-ю главу, 17-й главы. Ваяхи Микец, шинатаем ем, у фараон халэгем, вейны ямер эль хайор. И было в прошествии двух лет, шинатаем, здесь двойственное число, два года прошло, да? Да, фараону приснилось, что он стоит у реки, у реки. Дальше говорится, что в виде, помните, что коров, да, и так далее. Микец, видите, очень интересно, что главу Микец обычно читают во время Хануки. И одним из намеков на то, что праздник считать, вспоминается многочисленный денег. Вот вся эта глава, да, ключевое слово здесь – деньги. Деньги, опять-таки, закупка зерна, деньги, которые Иосиф велел положить в мешки, двойная сумма денег, которые братья взяли во время второго визита в Египет. То есть, постоянно является ключевым словом – деньги. Потому что эта глава рассказывает о том, как Иосиф разгадал сон фараона, да, жизнь Иосифа переменилась. Иосиф стал вторым человеком после фараона, и практически фараон самоустранился от власти. И все, всем управлял кто? Иосиф. Да. И тут же братья во время холода приходят к фараону за деньгами, да, за хлебом. И Иосиф дает им хлеб. Но тут возникают определенные трудности, да. Он требует привезти Бениамина. И когда приводят братья, да, то происходит, приводят братья Бениамина, которые с чем? С кубком Иосифа, да. И это как бы первая половина истории. То есть, занавес, да, действие первое. Действие первое. Занавес, действие второе. Итак, было два года спустя. Видите, микец здесь не просто. После, да, микец, кокец, мы говорили, это конец. А также, видите, кец, это жатва. И опять-таки, второе слово, которое присутствует во всех этих снах, да, имеется вопрос жатвы. Итак, хорошо. В тюрьме, которая находилась, называют место, где томились заключенные царя. То есть, это личная тюрьма царя была. Не простая тюрьма, а особенная. Интересно, что Талмуд намекает, что заключенные царя – это ограниченный материальный мир, куда еврейские души, становясь и вышнего, спускаются для того, чтобы облачиться в ограниченные материальные тела, чтобы выполнять в мире тору и заповеди. И подобие мира в тюрьме в особенности стало очевидно для евреев во время изгнания. Поэтому история Иосифа и история еврейского Галута, да, они чем-то являются параллельными. Мы все помним, что это прообразы. Прообразы. Но даже будучи в тюрьме, да, Иосиф имел какие-то определенные льготы. То есть, Бог был где? С Иосифом в тюрьме. Во время Галута где Бог? С евреями. И Иосиф вышел из тюрьмы, вышел править. И весь Божий народ вскоре удастся выйти из тюрьмы изгнания, говорит еврейская мудрость, подняться и выйти в состояние царских сыновей. Сыновей царя над царями Всевышнего. И это то же самое совпадает с 1 Коринфянам 6, 2-3 стих. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловатые дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более, дела житейские. Иосиф томился 12 лет. Помните, 10 – ключевое слово для испытаний. 10 испытаний, 10 того-то, 10 того-то, 10. Но еще два года он говорил за то, что он предложил «вспомни обо мне». Это два слова. И за два слова «вспомни обо мне», потому что «обо мне» – это одно слово, помни, как это образуется. И получилось еще два года. Так что за каждое слово может быть добавлен год испытаний. Но что интересно, что его быстро освободили из ямы. 41 глава 4 стих говорит «и быстро освободили из ямы». 12 лет томился Иосиф в тюрьме, но как только пришел срок, указанный Всевышним, его немедленно извлекли из тюремной ямы. Привели в подобающий вид, и Иосиф пристал перед самим фараоном и его саномниками. И в конце аудиенции Иосиф оказался вторым человеком. И вот это напоминает нам первое коринфянам. 15 глава, 51 и 52 стих. Быстро, быстро, в омновении ока. Иосиф из самого низшего раба превратился в царя. Можно сказать, что он стал царем? Да. Практически да. Обрю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменятся. В омновении ока. При последней трубе. Ибо вострубит, мертвые скрестнут нетленными, а мы изменимся. То есть, о еврейского предания. Ашем сказал. Я не задерживаю заключение ни на миг дольше того срока, который я уготовил. Годы темницы – это искупление твоих прегрешений. И вспомни про меня, да, вызвали меня с темницы за два слова. Вспомни про меня. Два года тюрьмы. Хорошо. Дальше. Что сделали с Иосифом? Его отправили к парикмахеру. Постригли. Постригли. Самое интересное. Что вы знаете, что во времена фараонов только один фараон во всем Египте имел право носить бороду. Так что они его обрыли. А евреи, как цари, бородатые, как цари, мы имеем право носить бороду. Был в Египте даже женщина-фараон, которой приславную бороду ставили. Да, это очень раздражало. Это очень раздражало, да. Это очень раздражало. Поэтому они отдельно от других. Да, ему состригли бороду. И как жрецу, и как жрецу, жрецы, и, разглядывайтесь, но что с ними сделали? Еще обрели ему голову, да. Обрили ему бороду и обрили ему голову. А вы знаете, что цари и жрецы еще в Египте обрезывались. Когда Пифагор приехал в Египет узнать египетской премудрости, его не упустили к знаниям, пока он не обрезывался. А Иосифа нужно было обрезываться. Нет. Видите, египтяне не обрезывались, но только жрецы, то есть люди, пророки, да. И царская семья, семья фарона, были обрезаны. Итак, видите, вот интересные даже такие вещи. Значит, ну это было до ислама в Египте. Возможно, я не знаю раньше. Уже когда семитские фараоны были, уже точно была царская семья была обрезана. Над этим надо подумать. Да, потому что мы говорили, что есть, был какой-то народ, да, цари-пастухи, гексосы. Некоторые думают, что это были хеты. Вот, и даже Авраама, может быть, тоже считают в какой-то мере гексосским князем. А Авраам жил с хетами и родился с хетами. Но мы сейчас не будем об этом углубляться. Хорошо. И таким образом разгадал, да, Иосиф сны. Медрэш об этом говорит даже так, что когда пристал перед фараоном, понимаете, Бог дал фараону сон и дал разгадку. Но фараон забыл разгадку сна. Похожа эта ситуация, которая была с Даниилом. Правда? Хорошо. Итак, знатный человек, вызванный, я читаю, Медрэш, на аудиенции с фараоном, должен был подняться на 31 ступеньку вверх. А сам фараон спустится ему навстречу, на 36 ступеньку, но не ниже. То есть фараон мог стоять на 36 ступеньке, как в ступенной лестнице, да? А выше 31 ступеньки никто не имел права подниматься. Простому человеку разрешалось подняться только на 3 ступеньки. Выдающиеся люди государства имели право подняться на предпоследнюю ступеньку. Йосиф поднялся на 3 ступеньку, и фараон начал разговаривать сна. Мне признился сон, который никто не может правильно разговаривать. Я слышу, что ты весьма искусен в толковании. О, царь, почему ты уверен, что толкования всех остальных были неверными? Поинтересовался Йосиф. Меня невозможно обмануть, ответил фараон. Я видел сон вместе с толкованием, но не помню его. Йосиф был далек от мысли, что фараон надеется получить от него единственное верное толкование сна, поэтому сказал, «Истолкование не в моих руках, миш, а а шем». То есть Господь может помочь тебе получить благоприятный ответ. «И мне снилось, что я стою на берегу реки и вижу, как семь коров выходят из нее», начал рассказывать фараон. Но Йосиф перебил его. Это опять-таки Медреш. «Извини, это не совсем точно», — сказал он. «Ты увидел не просто семь коров, но семь коров тучных плоти и хороших видом». «Верно», — согласился удивленный фараон. «Я хотел испытать тебя и проверить». И дальше говорится, да? И фараон изменял некоторые подробности, описав вторую группу коров словами «тощие и плохие», вместо «дурные видом» и «тощие плоти». И Йосиф вновь поправил его. То есть семь тучных коров и семь хороших колоссиев — это одно и то же. Ашем пошлет Египту в семь лет изобилия. Семь тощих коров и семь худых колоссиев — это одно и то же. За семью урожайными годами наступит семь голодных лет. Тощие коровы поглотили тучных, и тощие колосси пожарили тучные. Это знак того, что голод придет внезапно и обращается на страну с такой яростью, что семь лет изобилия сразу будут забыты. И Гошем послал тебе два сна, чтобы подчеркнуть, что он обязательно исполнит свою волю. И дальше Йосиф сказал, «Я дам тебе совет, как спастись от голодных лет». Как вы думаете, кто-то мог давать совет ворону, если тот сам не просил об этом, правда? «Дам тебе совет, как спастись от голодных лет. Выбери мудрого и понимающего человека, который может позаботиться о Египте. Назначь чиновников, которые в изобильные годы будут собирать одну пятую часть урожая, государственные амбары». Помните, какую часть урожая мы видим? Да, 20%. Это мы видим в Торе. «Зерно должно храниться до наступления семи голодных лет, и тогда страна не погибнет от голода». Фараон был очень доволен и хотел назначить раба. Хотел назначить какого-то человека. Ну, как говорится, инициатива наказуема. Но как может вчерашний раб руководить министрами? И вновь мудрость Божья. А теперь пусть осмотрят, что он мужа разумного и мудрого. То есть, Иосиф не предлагает себя, правда? И нужно мудрого человека. Но мудрее Иосифа никого не нашлось в Египте. И тогда для того, чтобы Иосифа сделать дворянином, ему дали хорошую жену, ему дали не просто царскую одежду, его вывезли на колесницы, и ему подавали почести, те же, что фараону. Какому еще человеку такие почести были возданы? А еще? Мардыхаю. Мардыхаю. Совершенно верно. Хорошо. И фараон сам назначит надзирателей над страной. Почему должен сделать сам фараон? Потому что Иосиф хотел намекнуть царю, что это должен сделать именно сам царь. Пусть фараон делает сам. И, как говорит Медраж, это хороший совет всем руководителям и правителям. Какой урок мы можем извлечь из этой главы, которая описывается, как Иосиф поднялся благодаря удачному толкованию сна фараона? Дорожение материального благополучия в любого другого успеха можно в случае во власти Ашема, то есть Господа. Если он повелит, то заключенный в темницу раб превратится в кратчайший срок царя. Если он повелит, царь будет молниеносно обратен в рабство. Только Ашем определяет, быть человеку богатым или бедным, могущественным или слабым, процветающим или неудачником. Какое было бы искушение сделать революцию? Иосиф мог сделать революцию, остановить царство Божие на земле, правда, отменить рабство. Что он еще мог сделать? Разные хорошие вещи, да? Ну, говорят, что фараон этот сам был склонен к монотеизму. Потому что, когда пришел другой фараон, евреям стало плохо. Возможно, это был фараон из среды вот этих самых гексосов, которые одно время завоевали Египет. Ну, сейчас мы об этом говорить не будем. Но для нас более важный вопрос. Почему же Иосиф так сурово обходится с братьями? А? А похоже, что он над ними оттянулся уже по полной мере. Все над ними один день издевались. Он над ними уже одного брата Шимона в тюрьму посадил, пока те братья заложников он там был, да, помните? Вот. Потом Игуда решил стать заложником. Потом он их уже всех там обвинил. Обвинение на вообще кубок подложил. Да вот. Ну, поиздевался над ними по полной программе. Правда? Как вы думаете, для чего это было сделано? Это была месть? Нет. Это не было месть. Видите, только через испытания, через пройденное испытание мы можем пройти к покаянию. Правда? Если мы просто так сидим и думаем, о чем бы нам еще покаяться? И ничего нам в голову не приходит. Правда? Вроде мои люди такие хорошие, ничего. А вот когда начинает с нами что-то происходить, тогда мы начинаем вопрошать Господа. Видите, они ненавидели его. Они разговаривали с ним, как следует разговаривать с родными братьями. Они пытались убить его. Они бросили его в яму, тем самым подвергнутся вертельному риску. Они продали его в рабство. Они причинили горе отцу, приявив ему одежду якобы убитого сына. И теперь Иосиф хотел, чтобы они почувствовали каждое из этих преступлений. Почему он был груб в опрощении с ними? Не из-за мести. А потому что они должны были получить искупление за грубость по отношению к Иосифу в прошлом. Претерпев такую грубость, они начинают думать, да? Какова же эта причина? И вспоминают. Мы так поступали. Поскольку они собираются убить его, Иосиф стал искать предлог, чтобы обвинить их в чем-нибудь и напугать смертельным приговором. Как вы думаете, что за кражу те времена делали? Да? Не садили там на три года, условно. Они бросили его в яму, и за это были наказаны, потому что Иосиф бросил их в темницу. Они похитили Иосифа и продали его рабство, ничего не сказал отцу. А он возвратил им деньги тайком, чтобы потом обвинить в воровстве. Задумав искупить горе, причиненное им отцу, Иосиф заставил их невинно страдать, обвинив в краже своего серебряного кубка. То есть мы видим, что все обвинения Иосиф выдвигал против братьев с единственной целью подвигнуть их на совершение шувы. Что такое шува? Покаяние, да? Но покаяние это не просто. Я вот сижу и каюсь, убью голову грудь. Каин кается, и мы каемся, да? Говорят, что Каин все-таки покаялся и попался. Царство Божие. Кто знает. Монаши был такой очень плохой царь. Он покаялся и попал в Царство Божие. Есть даже молитва о покаянии. А вот сын его, монаша 50 лет делал в Беззаконию. И попал в Царство Божие. А сын его думал, я буду 50 лет тоже править, как мой отец, да, и покаясь. А он жил всего лишь 3 года. То есть когда мы думаем, откладываем покаяние на следующее, да, мы никогда не будем ее иметь в настоящее. Покаяние – это не просто сожаление, это возвращение. Помните, я вот опять-таки, нет у меня особого времени, когда, как покаялся Авраам, он вернулся к тому же жертвеннику. Помните, когда говорили о жертвеннике Авраама? Он ушел, и потом вернулся точнюсенько на то же самое место, да. То есть покаяние – шува. Шува – это корень шув, означает возвращаться. То есть я шел в какое-то место, да, потом повернулся и вернулся на то же место. И не только возвратился в физическом, в духовном смысле, но и я должен что сделать? «Возместить ущерб». Возместить ущерб. То есть истинное покаяние показывает еще возмещение ущерба. И вот для них получилось это по принципу «Мида, Кенегет Мида». Ну вот, например, Шимон. За то, что он в свое время бросил Йосифа в яму, он получил то, что он просидел в яме, пока братья ходили туда и обратно. Ну, хотя там, конечно, Шимона кормили, скорее всего, хорошо, но все равно сама по себе тюрьма никого не красит. Правда? Вот. И все вот эти пророческие сны, когда 11 звезд, да, и поклонились они кому? И 11 снопов поклонились Иосифу, да? И это все сбылось. Видите, опять снопы, опять связано с зерном, да? Опять связано с зерном. Братья погрузили купленное зерно на своих ослов, ушли домой с тяжелым сердцем, оставив Шимона в египетской темнице. И нашли деньги, да, мои деньги на прежнем месте. Я нашел их в вишке с зерном. Оказывается, они пошли потом обратно и еще принесли те деньги, которые им дал отец, и те деньги, которые они вернули. И тем самым они показали честность. Кто-либо, кроме Иосифа, знал, что они ушли с деньгами? Могли они сказать, что вот мы опять те же самые деньги принесли за зерно. Но они проявили честность. То есть, видите, как покаяние. Помните, какое покаяние сделал был такой маленький человечек? Как его звали? Закай, да? Закай. Закай. Закай, этот мудрецт, тот, который, помните, которого вынесли в белых тапочках из Иерусалима в рыбу. Знаете, рыбу я тебя видел, как Бензакай. Да. Да, так вот, скорее, может быть, он и его сын был, Бензакай, да? Так как этот Закай покаяться? Помните, он что говорит? Раздам третье имущество, да? Остальное, кому что знаю, верну. Но, видите, если человек украл и не знает, у кого вернуть, имеет ли он право этим пользоваться? Нет. Он должен либо раздать бедных, да? Либо отдать на нужды синагоги и так далее. Это не значит, что это выкуп, вот я грабил, грабила, потом построил церковь на эти деньги. Понимаете, это совершенно другое дело. Прежде идет раскаяние сердца. Да, но в любом случае эти деньги должны быть возвращены. Вот, то есть, видно было, что они уже на пути. Затем привели они все-таки Бениамина. И вы помните, что никак не открывался он своим братьям. Он был одет в царские одежды, он был пострижен, как те жрецы или родственники царя. То есть, он совершенно выглядел, как египтянин. И интересно говорит дальше Медраж. Увидев Бениамина, Йосиф обрадовался, потому что Бениамин был похож на Рахель, их мать. У тебя есть дети? Спросил Йосиф Бениамина. Есть, ответил Бениамина. Сколько? Десять. Видите, как постарался Бениамин. Опять-таки, десять – это число испытаний. И имя каждого из этих сыновей было, соответствовало имени, испытанию, которое проходил Йосиф. И Бениамин назвал их имена. Какие странные имена? Видишь ли, объяснил Бениамин. У меня был брат от моей матери. Он был особенный человек. Я назвал детей в память о нем. Белла. Белла – его увели чреземцы. И я не знаю, где он. Бехер. Он был первенцем у нашей матери. Бехер – отсюда Бахур, да? Ашбель – означает, что он попал в плен. Гера. Гера, помните, проживающий в чужой стране. Значит, он живет в чужой стране. Да. Нааман. Его дела были чудесные. Ахи – он был мне братом. Рош. Это голова, да? Для меня он был наставником. И, возможно, он станет наставником моих братьев. Мупим – он был прекрасен телом и душой. Знал все законы и голохот, которые передал им отец. Хупим – его не было на моей свадьбе. И я не был на его свадьбе. И Эрд – слово Варда, роза. Лицо его подобно розе. Но Варда – это, кстати, арабское название. Вот отсюда. Как будет розовый? Ворот. Ворот, да? Варда. Через вал. Ворот. Розовый. Эрд. Его лицо подобно розе. И это имя также напоминает фразу, однажды произнесенную моим отцом. В скорби сойду в могилу от того, что потерял его. Иосиф был чрезвычайно растроган. Да будет Бог милостью к тебе, мой сын. Ясиф вышел из комнаты, ибо не мог держать своих слез, и вернулся только тогда, когда успокоился и привел себя в порядок. Но на этом испытания не кончились. Потому что подложили еще Бенемину кубок. И когда они вышли, и догнал их стражник, и начал кричать, где же кубок моего господина? И в русской Библии там написано, что гадает на нем. Но в действительности он не гадал. Мы, может быть, успеем. Разберемся. Разберемся. Хорошо. Еще вот интересно, немножко поговорим о хлебе, о закромах. У меня такая подзаголовка. Лехем-лехаем. Вы помните, что слова лехем и лехаем, они на еврейке пишутся как? Абсолютно одинаково. Что такое лехаем? К жизни, да? Для жизни. Вот интересно. Когда говорится, что узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков садовья своим, что вы смотрите это бытие? Берещит 42 глава, 1-2 стих. А что же Иаков увидел, что в Египте что есть? А там не сказано слово лехет. Там сказано слово шебер. Шебер, это имеет следующий смысл. Прорыв, обновление надежды, или как можно перевести свет в конце туннеля. А также шебер, переводится с иврита, пшеница, зерновое и говорит о пище и процветании. Итак, что увидел? Что увидел наш праотец Иаков? Что есть шебер. Шебер, не только пшеница, да? Прорыв, обновление надежды. Вот когда появилась надежда. Надежда на то, что они будут живы. Вы знаете, что Иаков был самым большим неудачником своего времени, да? Но подумайте, лишиться сына в то время, когда он был в самом расцвете своих сил, да? И это очень сильно его подкосило. Он плакал. Он плакал, он даже у него зрение, потом он ослеп, он даже духовным только зрением мог различать своих внуков. И это действительно тяжело. И тут он увидел, да? Увидел нечто, увидел нечто хорошее. Так, ладно. Еще маленькое. Опять пропускаю. Мудрый правитель. Видите, Бог сделал Иосифа мудрым правителем. И это образец для нас. Это пример того, как верующий человек в рамках небожьей системы может действовать. Иосиф не был гуманистом-утопистом. Он понимал, что раздавать зерно как гуманитарную помощь означает вызвать хаос в экономике и злоупотребление. И что он делает? Он покупает за зерно души. Да? Можно сказать. Вот Чичиков мертвые души скупал. А он скупал живые души за зерно. Лехем, да? И лехаем. Душа – это жизнь человека. Иосиф объединяет Египет, хотя очень жестокими средствами. Он делает власть царя централизованной и абсолютно безусловной. И когда мы говорим о том, что какое правление в Божьем Царстве, я еще раз говорю, что это не относится к правлению в государстве. Какое хотите, такое и делайте правление. Вы получите то, что хотите. За что боролись, за то и наповоролись. Только не забудьте, у нас сейчас олигархия. Олигархия. То есть правление определенных лиц. Бывает. Можно сказать, что три гипа, может быть. Три рычага правления. Бывает финансовая олигархия. Бывает военная олигархия, которая называется диктатура. А еще бывает информационная олигархия. У нас это будет. Кто владеет средствами связи, тот и будет. Кстати, если разобраться с приходом власти Обамы, то тоже демократия в Соединенных Штатах закончилась. У них сейчас тоже олигархия. Олигархия именно не промышленная, а именно даже финансовая. Монкировая олигархия. У нас тоже олигархия. У нас промышленно-финансовая олигархия. Ну, вы знаете, что демократию, демократию, вот, Платон, который много рассуждал о различных формах правления, назвал самой худшей формой правления. Еще хуже, чем олигархия. Я сейчас не буду об этом говорить, что демократия, это не демократия. Так что мы имеем самую лучшую из худших форм правления. Слава Господу. Все самое лучшее и самое худшее. Но когда говорится о Савустве Божьем, то говорится о чем? О диктатуре или еще? Монархия, да? Какая? Конституционная. Хотя Бог является абсолютным, соведетным, да? Царем. Он сам добровольно ограничивает себя Конституцией. И эта Конституция есть что? Тора. Тора есть Божья Конституция. Должны мы знать Божьей Конституции, если живем в Царстве Божьем? А то вот в некоторых церквях у нас бывает демократия. Какого хотим того? Пасторов выберем, да? И так далее, видите? Что хотим, то и делаем. Вот. И, видите, значит, какие законы Иосиф издал? Это очень интересно. Никто не имеет права послать раба покупать зерно из каждой семьи. Каждый должен прийти за ним. То есть он ввел строгий учет. Нельзя было под чьим-то другим именем прийти, да? Каждый лично должен был пристать одного представителя из семьи. Второй принцип. Нельзя перепродавать зерно. То есть, если кто-то пытался заниматься спекуляцией зерна, да? Ему рубили голову. И всякий покупающий должен был записать свое имя, имя отца и имя деда. То есть, таким образом, видите, каждый был точно записан. И мы записаны в Царстве Божьем. У нас все сочтено, даже волосы на нашей голове. Правда? Еще сокрытие лица Божьего. Я все-таки хотел бы, чтобы вы действительно имели конспект у себя. И насчет чаши для гадания последнее. Что я хочу сказать об этой главе? Нахаш. Это означает гадать, ворожить. Но также догадываться, иметь тайный, скрытый какой-то смысл. Мистериос. Мистериос. То есть, что такое мистериос? Мистическое, да? А чаша эта имела какой-то тайный смысл. И, скорее всего, это была чаша для кедуша. Есть несколько предположений. Чаша для кедуша. И то, что Нахаш нашептывал. Что он нашептывал? Барухата адонайлагинам элегалям барэ прегэфен. Да. Но, конечно, египтянам, казалось, что он гадает. Вот, кстати, интересно. Ведь он даже не делал переворот в религии. И это тоже важно. То есть, всякая попытка установить царство Божие физическими методами, да? Она является неправильной. И еще археологические находки обнаружили, что такие были чаши и сосового сплава металлов, в которых ходит серебро. И металл, из которого сделано, реагировал на присутствие яда. Если подсыпали в питье, изменял свой цвет. Так как отравления в те времена были частым явлением, то чаша была серебряной. А серебро в присутствии алкалоидов, то есть растительных токсинов, а также солей тяжелых металлов, таких как ртуть, мышьяк, кобальт, канми и так далее, темнеет. И таким образом, в данном случае, что можно сказать? Что это было индикатором, есть там яд или нет. То есть, гадает, может быть, еще слово испытывает. Это была чаша для испытания того, что человек пьет. Когда мы говорим о разных чашах, есть чаша испытания, есть чаша спасения, мы обычно употребляем слово коз. А здесь употреблено слово цавия. Цавия – чашка, чашечка. Итак, чаша что? Первое – символ испытаний. Можете пить чашу мою. В чашу собирает чашу гнева, прокидывает ангелы в откровении. Чаша служит для измерения емкости. И это может быть фимиам молитва или благословение, либо грехи и проклятия. И когда мера исполняется, чаша переливается. Во время писаха, наполненная до краев чаша, символизирует радость. Но даже от нее мы отливаем по каплям воспоминания чего? Казни египетские. Чашу подают царю во время пира. И есть такое выражение – коз ешуати. Чаша – спасение моего. Хорошо. Делаем перерыв. Так, что у нас сейчас? Большой? Большой? Большой.